Александр Дмитриевич Иванов, доктор физма наук, ведущий на общественном сотруднике, я в ГУ, это научно-исследовательство в театре физики. А я, не ответственно, может, вы уже сейчас не ведущий, а главный или пока еще не ведущий? Нет, ведущий. Вот, добрый, хорошо. Потому что главный, в основном, административных должностей, это то, что я психологически не понимаю. Не хотите, ну понятно. Значит, Александр Дмитриевич, это научный интерес, по крайней мере сейчас, не я, основные обязанности связаны с изучением космических лучей, но и, соответственно, это связано с проблемой физики-астрофизики. Ну, кроме того, в его, так сказать, научный интерес входит парковая механика. Вы кондекательство-то не контент защищали? Кроме этого, пояснили. Понятно, да, пояснили. Ну, кроме, значит, вот этого, также надо выполнять космологию, на этот момент он читает, в общем-то, северный курс космологии, то есть, уделяем старший курс, вилославный, 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 вилославный. Ну, вот это логический курс и вилославный, вилославный факт, вилославный, вилославный, вилославный факт. Ну вот, те наши... Да, еще узнать, я сейчас забыл. Самое главное упомянуть, что также Александр Битти все-таки является специалистом в области программирования алгоритмических языков. Это очень важен для нашего доклада сегодняшнего. Это не случайно, я не пригласил себя специалистом. Ну и я хочу сказать, что те, кто вот давно участвуют в нашем семинаре, наверно помнят и очень интересные содержательные доклады, значит, по металлогическим проблемам космологии и квадратной гравитации, это были в 2010-й год, и затем о природе математики, космологии и структуре реальности, 2011-й год. Вот в 7 лет мы у нас не выступали совсем. Они опубликованы, наверное, в точках труда с нашего семинара. Кстати, вот здесь некоторые трудодержаты, по-моему, мы можем их взять. А сами-то с трудами, значит, в принципе, можно познакомиться, ну, на сайтах, во-первых, на секции «Проблемы космического мышления» или «Живой этики», а также на секции «Ломкарус». Ну, пожалуйста, я на этом представление докладчики закончу и придаю образы правления Ирине Алексеевне Герасимовне. Вот, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что предоставим и закончим слово. Сколько вам надо? Я думаю, что час я уложусь. Час, да. Потом вопросы и... Ну, может, чуть-чуть побольше, я как бы... Ну, просто час, час, две. Мне не хочется торопиться. Хорошо. Ну, вам вопросы буду задавать. Потом вопросы и дискуссия. Вот час, час десять. Хорошо. Хорошо. Спасибо за приглашение выступить на этой системе знаний. Вот я по этой тематике буду выступать, на самом деле, уже довольно давно. Первый заклад, ну, с похожим названием. Когда, правда, я попытался отчислить в одном сутблении, которое получилось, правда, и больше двух часов, я сделал в двенадцатом году. Вот. Ну, и, собственно говоря, потом я несколько раз его повторял. И, надо сказать, что вот ту ситуацию, которую я тогда намекал, в общем, как бы, я не могу сказать, что что-то сильно всех пор изменилось. Но этот доклад, конечно, пришлось подкорректировать, потому что там просто пришлось менять некоторые цифры. Но вот основные выводы, которые тогда я сделал, они сейчас сохраняются. Но, тем не менее, я, еще раз повторяю, я очень благодарен за вас повторить этот доклад, потому что меня принялся повод еще раз вернуться к всему этому материалу. Вот, еще раз его продумать. Вот. Я, значит, нашел, во-первых, некоторые факты, о которых я сейчас скажу, чтобы выяснить кривую формулировку. Значит, это было очень полезно для меня. Ну, и я надеюсь, что вам тоже будет интересно. Значит, в первую очередь, я хочу сказать, значит, почему я вообще заинтересовался в правильном искусстве и интеллекту, в общем-то, стал довольно глубокого дископасти, и, надо сказать, просто уйму времени потратиться на то, чтобы разобраться в этих вопросах. Значит, все началось с тем, что я занялся в проблеме в среде. Значит, эта проблема очень много разного, произошла в 2001 году, когда в первый раз был в том, что консеренции говорили, которая была, по-моему, с вами лучше тогда, когда, как говорится, он там был один из организаторов этого события. Вот, значит, какое отношение к проблемам с сетей имеет к проблемам искусственного интеллекта? Если мы ищем, если мы разом, то мы, прежде всего, должны понимать, что именно мы ищем. Если мы ищем, не понимая чего, то вряд ли мы по поэту по поэту найдем, и мы раз мы можем найти и заметить, что мы нашли, может быть, то, что нам было нужно. Вот, значит, из-за того, чтобы составить какое-то себе представление о предмете пояса, по правлению церкви, приходится делать какие-то, хотя бы, грубые футурологические прогрозы, по той причине, что шанс встретить цивилизацию, вот точно похожую на нашу по уровню развития, он ничтожно маленький. Значит, если мы найдем низкной рас, то, скорее всего, он будет на какой-то существенно более высокой, высокой развитии, значит, мы должны составлять какие-то прогнозы. Значит, эти прогнозы могут делаться по-разному, есть целые книги там написаны по футурологии, вот в Чин, например, такие книги пишут, вот, но наиболее полезными, с моей точки зрения, оказываются самые такие грубые классификации того, что может быть. Вот исторически самая известная такой классификация является классификация Карлашова, так называемая школа Карлашова, это три типа цивилизации по Карлашову. Здесь, в принципе, конфификация делается по уровню энерго потребления цивилизации. Значит, там есть цивилизация первого типа, у которого уровень энергопотребления не выше, чем поток звездного излучения, которое перехватывается их планетой, то есть планетарный уровень потребления энергии. Цивилизация второго типа, это потребление энергии на уровне светимости их звезды, и цивилизация третьего типа, на уровне их местной галактики. Вот, это вот один тип, как бы, цивилизация. Крусификация, она очень простая, как любите, но она оказалась чрезвычайно полезной, потому что стратегии поиска цивилизации, они напрямую зависят вот от этого самого энергопотребления. Я о детали рассказывать не буду, это нас далеко уведёт от тем другого доклада. Вот. Значит, есть другой способ такой же грубой классификации. Дело в том, что сейчас у нас на глазах происходит очень быстрое развитие компьютерных технологий, ну, в каком-то направлении. Вот, и некий, значит, прогнулся в том, что это развитие будет настолько сильным, что в какой-то момент возникнет компьютерные системы, ну, которую можно, наверное, назвать системами из искусственного света, которые могут начать развиваться уже самостоятельно, которым линзы будут не нужны, и они обратуют просто чисто машинную цивилизацию. Что там будет при этом живой цивилизации, которая периодически так поразила, но это непонятно. Может быть, она будет там самостоятельно развиваться, может быть, она просто погибнет, и её развитие будет продолжено в виде машины цивилизации. Вот, и вот вопрос состоит в том, произойдёт это или не произойдёт. Вот это вот второй грубый способ классификации вот такой футурологический. Значит, с чем нам придётся ими делать? Это дело с живой цивилизацией, вот чем-то похожей на нашей, или нам придётся иметь дело с какой-то компьютерной системой. Вот, вот, значит, поэтому встаёт вопрос, а что будет-то? Вот, будет продолжено наше развитие в везде искусственного интеллекта куда-то денемся или нет? Вот, на этот вопрос надо как-то отвечать. Это, значит, первое, так сказать, пункт, откуда возникает такая проблема. Ну, как-то я, конечно, правильно сказал, что я, действительно, не чушь по программированию. И, собственно говоря, одна из моих побочных специальностей, это, действительно, я профессиональным программистом являюсь. Такой такой побочный, так, третьей специальности. Действительно, я с, какого там, 1994-го по 2006-й год просто реально занимался программированием промышленных роботов. Мы должны деньги зарабатывать, потому что было время, что денег было у нас тут мало совсем. Ну, я, действительно, являюсь автором двух языков программирования, которые сейчас, естественно, работают там в составе некоторых специальных систем. Вот, то есть эта проблематика, она мне не чуждая. Мне было интересно этим заняться, и я чувствую, что я обладаю просто профессионально достаточной квалификацией. Вот. Кроме того, есть другой совсем затон к этой теме. Значит, опять же, в связи с той же самой проблемой слезет. Мне пришлось немного думать об общих эволюционных проблемах. Просто о проблемах эволюции в некотором общем плане. Ну, и я вот здесь проразил несколько представлений, которые уже стали довольно известными. Они сейчас будут где-то используются. Вот. И, значит, эти представления допускают одну интересную постановку вопроса о возникновении искусственного интеллекта. Значит, это касается представлений о вот... О том, что я за время назвал «два рукава эволюция». Знаете, что такое? О чем мы говорим? Ну, наша видимая Вселенная началась, как сейчас считается, с, так называемого, горячего большого взрыва. Некоторое время, жизнь там просто никакой не могла, и шло развитие неэргонической материи. Причем, сначала все процессы развиваются очень быстро, потом стали собирать развиваться разведения. Значит, потом эволюция, вот, после возникновения тяжелых элементов, началась химическая эволюция, которая, ну, в значительной степени, насколько нам известно, была локализована на поверхности планет. И, значит, прошла другая эволюция, которая была сначала такая химическая эволюция, которая пришла потом в органическую эволюцию, которая пришла в социальную эволюцию. И здесь, значит, вот уже на планетах, как нам известно, но мы из-за этого возьмем такой пример, эволюция пошла в обратную сторону с ускорением. Ну и простая математика показывает, что ускорение имело очень простой закон, а именно не ускорение, но имеет гиперболическую форму, слов с хорошей довольной мощностью, вот, обо всем этом написано, известно, там, куча всяких статей. Вот, значит, что такое гиперболическое состояние? Оно предсказывает в некоторый момент бесконечную скорость развития. Он, естественно, физически достигнут и не может, и это означает, что вот этот вот второй упад эволюции органический, он достигает во время какого-то своего естественного предела, и дальше на дно начнется что-то другое. Вот, возникает вопрос, что именно? И на самом деле вот этот момент сингулярности, он падает на 21-е столетие. Вот, мы сейчас практически в этот момент переживаем. То есть мы находимся на некотором переломе развития, значит, вопрос состоит, в чем, что будет за этим переломом? Вот, причем, значит, здесь возможна некая такая специфическая постановка этого вопроса. Оно связано с таким понятием, которое придумал Ирин Макалыч Галимов, он назвал это консерватизмом революции. Значит, консерватизм, эволюция, это что такое? Это утверждение, что всякие новые эволюционные образования, все более-более высоких форм, никогда не возникает, но в таком смысле на полном месте, они используют как перекомбинирование чему-то старого. Вот эволюция имеет дело только из тем, что есть у нее под рукой. И именно из-за этого она что-то всегда может сделать, тем или иным способом. Ну, например, скажем, на этапе неоргонической эволюции. Значит, у нас была кварталионная пласта. Это такой газ, совершенно оторонный, в весе частицы летает, как попало. Потом, когда температура чуть снизилась, это вот на этапе, на этапе близко к горейшему большому прыгу, когда чуть снизилась температура, кварталион объединились в образовании, которое называется адронным, произошла то, что называется адронизация, вот возникли первые структурные образования. Потом температура дальше снижалась, и вот вылетали там протоны, нейтроны, да, и потом к протонам, продолжая рекомбинация так называемых электронов, образовались из протонов и электронов атома. Вот видите, так они возникают матрешки. Сначала что-то возникло, потом с использованием этой чего-то возникает что-то нового, но потом с использованием атома второго возникли звезды. Вот, опять же, без атома звезд возникли не могли быть, ничего просто, да? Вот, а как матрешка празднуется? То же самое, наверное, орхоническая эволюция происходит. Значит, ну, например, сначала жизнь в земле была представлена по-везему такими простейшими безъядерными одноклеточными существами, которые называются прокариоты. Потом несколько прокариот слились, образовалась клетка эвкариотов. Вот видите, тоже как матрешка называется. Потом, когда клетки эвкариотов начали соединяться, образовались многоклеточные существа. Вот, многоклеточные существа стали субстратами для появления на нем мозга. Развитие мозга привело к появлению разума. Вот тоже появляется такая матрешка из этих самых уровней развития. Причем, значит, когда вот уже, тут я никогда не при чем, это я уже как-то самостоятельно немножко об этом подумал, и я увидел, что этот консерватизм бывает двух типов. Один консерватизм я назвал сильным, другой слабым. Значит, сильный консерватизм, это такой консерватизм, когда у вас чистая матрешка, матрешка с чистым виде. То есть многоэволюционные уровни, они просто включают в себя старые эволюционные уровни. Ну, например, образование атомов из там протонов и электронов, это сильный консерватизм в чистом виде. Образование разоблеточного существа из оклеточных, вот это тоже сильный консерватизм в чистом виде. А слабый консерватизм, это такой консерватизм, когда предыдущий уровень, значит, революции, он необходим для возникновения следующего, но он туда непосредственно не включается, и следующий уровень эволюции может существовать сам по себе. Вот если посмотреть, так сказать, ретроспективно, что было, то оказывается, что все существенные эволюционные переходы были сильно консервативными, был один единственный слабый консервативный переход. Значит, этот слабый консервативный переход был образование тяжелых элементов в ходе эволюции звезд. Когда звезды эволюционируют, значит, у них в метрах образуются тяжелые элементы, когда происходит звезд сверхсвердок, где тяжелые элементы выбрасываются в Вселенную, они становятся субстратом для биологической эволюции потом. Они необходимы для этого. Но самим тяжелым элементам, которые были выкиданы, звезды не нужны. Вот здесь сильного консерватизма нет, здесь есть слабый консерватизм. И оказалось, что вот этот слабый консерватизм находится как раз в том месте, где зачленяется вот эта вот картина Александра Пинкина, которая вот так символически изобразилась в два рукава, где зачленяются два рукава эволюции. Вот здесь неорганический и органический. Вот. А мы сейчас подошли, по-видимому, к концу вот этого рукава. Здесь вот формальная скорость эволюции должна стремиться в бесконечности, и что дальше пойдет непонятно. Вот такое впечатление, что сюда должен приклеиваться третий рукав эволюции. А мы уже знаем, что мы имеем опыт в такой склейке. Мы имеем два сильно консервативных рукава, склеенных слабо консервативным образом. И возникает интересный вопрос. А как будет приклеить третий рукав? И вот ответ на этот вопрос, он легко интерпретируется, точнее, возможности ответа на этот вопрос, легко интерпретируется в тему искусственного интеллекта. Вот если возникнет такой искусственный интеллект, в котором мы больше людям не нужны, который он может существовать без нас, и этот искусственный интеллект начнет собственный новый рукав эволюции, это будет слабо консервативная склейка. Вот так это вот здесь произошло. Вот, а если мы будем с искусственным интеллектом существовать в неком симбиозе, вот, это будет пример сильного консерватизма. Вот, и поэтому, значит, возникает естественный вопрос. Сильно консервативная или слабо консервативная склейка здесь произойдет. А, значит, термоинтеллект – это вазильный, самостоятельно существующий искусственный интеллект и невазильный. Вот, это, значит, второе направление, которое подходит к то же самое направлению искусственного интеллекта, значит, почему он всем этим и занялся. Ну вот, забегая вперед, я скажу сразу о моем выводе, который я прикажу, который заключается в том, что, значит, в настоящее время нет никаких указаний на возможность создания, значит, такого сильного искусственного интеллекта, который сильнее нашего по всем вариантам, который мог бы существовать самостоятельно. Вот, и вот этот прогноз, он относится к любому обозреванному будущему, но я это чуть позже скажу почему. Вот, вот то, о чем я буду рассказывать, это, собственно говоря, будет разное основание вот этого вывода, и вот ваши лекции на это у нас идут. Ну вот, первый раз я об этом говорил приблизительно в 2012 году, сейчас, значит, я кое-какие изменения в этот доклад несу. Вот, в 2014 году была издана такая, как это назвать, эссе на эту тему довольно приличная, вот страниц 30 в виде приложений, это журнал информационной технологии, это можно почитать, и, кстати говоря, все это можно скачать у меня на сайте, который очень легко найти в интернете, просто набрать за эту помощь, и, скорее всего, первой ссылкой будет на мой личный сайт, где будут все мои основные статьи. Ну вот, это вот было предисловие, теперь я уже, так сказать, начинаю с нема скакорителей. Вот здесь вот несколько, я сейчас хочу обсудить, что такое искусственный интеллект, и этот вопрос оказался здесь не вполне приятным, значит, то есть я понял, что он не вполне приятен, благодаря общению с ахоком назаритянами. Значит, вот я с ним, ну, наверное, многие здесь знают, такой ахоком назаритянами, я не буду много говорить, вот, значит, когда я с ним говорил об искусственном интеллекте, значит, я сказал следующее, о чем ты сейчас говоришь? Нет никакого естественного интеллекта, наш интеллект уже искусственный, потому что, ну почему? Потому что мы не пользуемся своими мозгами, и уже давнее-давно для проведения интеллектуальных операций, мы там уже давно мысленно бумажки записываем и так далее, это все вынесение, значит, интеллектуальных операций в некоторую внутреннюю среду, внешнюю среду, наш интеллект уже давно искусственный, он не является, так сказать, естественным точностью этого слова. Ну, я как бы поймал его на демагогии в этот момент, я сказал, что речь идет, конечно, не о том, он попытался прояснить свою позицию. Вот я сейчас попытаюсь сделать это еще раз. Значит, когда мы говорим об искусственном интеллекте, то мы будем принимать автономные устройства, которые работают как бы независимо от нас. Кроме того, они искусственные и способны к интеллектуальной деятельности. Значит, ну, во-первых, если говорить об этом определении, то в нем, на самом деле, все непонятно. Вот сразу видно, что здесь есть не опять мобинар, что мы понимаем под словом искусственное. Вот если это устройство было создано другими устройствами, должны ли мы его понимать как искусственное или не должны? Что такое устройство? Вот если мы, например, создали искусственное геном вируса, это у нас устройство или не устройство? Или это искусственное живое существо? Ну, вот много вот таких вот неясностей остается на самом деле. Я даже не буду пытаться в них разобраться. Здесь придется остаться на таком полуэмплютивном океане. Вот точное счастье чего определение, сразу забегая вперед, да, это невозможно. Вот. Значит, почему здесь подчеркивается вот это слово «автономка»? Потому что я вот искусственный интеллект в собственном смысле слова противопоставляю инструментальному интеллекту. Значит, инструментальный интеллект – это некоторое вспомогание, это связанные устройства, в том числе которых мы собственный интеллект как бы усилили. Ну, что это такое? Калькулятор, в котором мы уже обычно нажимаем, он сам уже работать не может, да? Вот. Компьютер, на котором мы сначала набираем какую-то там программу, запускаем, она выполняется. Вот там компьютером мы можем еще для чего-то использовать, для коммуникационной использоваться. Вот. Всякие электронные базы данных – это все инструментальный интеллект. Но бумага и карандаш, самый обычный, это тоже инструментальный интеллект. Вот. Бумага и карандаш – это искусственное устройство, обладающее интеллектуальными функциями. Почему? Потому что, действительно, оно способно выполнять интроинтеллектуальную работу, оно способно запоминать всю информацию. Вот. Вот что приблизительно, ну там, книги тоже, да, они способны запомнить количество информации, которые не можем запомнить мы, это вот тоже есть вариант, так сказать, использование книг, есть, так сказать, вариант инструментального интеллекта. На самом деле, вот об этом, вот зритель, я говорил, вот это я противопротивопоставляю тому, о чем говорил он. Ну, значит, нужно ясно понимать, что между вот этим и вот этим невозможно провести точные границы. Потому что некоторые числе инструментальные средства, вот такие там, базы данных, они на определенных этапах своей функции выполняют такие мощные, решают такие сложные интеллектуальные задачи, что они в эти моменты приобретают черты автономного искусственного интеллекта. Поэтому бесполезно искать точную границу между одним и другим. Ну, я должен сказать, что при таком углубленном, в форме коротки углубленного изучения такого предмета, такие ситуации возникают очень часто. Вот, например, Диэль Кристин, когда, который создал понятие универсального, ну, на запте, который пришел в понятие универсального эмоционального, или хистер, как это называется, он начал с очень простой вещи. Он был обычным историком. Вот, и он задумал написать такой обзор истории, краткий обзор истории всего человечества. И он просто подумал, а откуда он должен начать этого обзора? С какого момента? Вот, и он потом понял, что какой бы момент он ни делал, оказывается, что можно взять не может быть раньше, чтобы рассмотреть предысторию. И в конце концов, он, наконец, понял, что историю человечества нужно рассмотреть с момента большого взрыва. Вот. Или это, как граница между живым и неживым. Где ее пронести? Вот, как бы мы понимаем, что такое живое, что такое неживое. Если в тупо, то все становится непонятным. Вот где-то такая остается подвижная граница, где-то, которая болтается между, где-то там, вирусами и природами. Понятно. Привода живые или неживые? Ну, вроде, неживые. А вирусы живые или неживые? А одни думают, что жилые, а другие думают, что неживые. И все непонятно. Вот здесь огромная такая же ситуация. Знаешь? Так что я некое такое интуитивное представление вам дал, но я отказываюсь от точных определений. Это невозможно. Вот. Теперь. О чем же, собственно, идет речь? Вот. К критику искусственного интеллекта я начну как критику понятий технологической сингулярности, которая неразрывно связана с этим понятием. Значит, прежде всего вводится понятие сильного искусственного интеллекта. Вот. Сильный искусственный интеллект. Значит, очень наивным образом сильный искусственный интеллект определяется как искусственный интеллект, который превосходит человеческий интеллект во всех отношениях. Значит, не будем уточнять. Здесь тоже все непонятно, на самом деле. Я забегаю вперед, скажу. Но вот примем пока. Хорошо. Предположим, вот такой вот искусственный интеллект когда-то будет создан. Что тогда произойдет? Тогда, обладая всеми способностями человека, этот искусственный интеллект точно станет способным к саморазвитию. Поскольку мы способны к развитию искусственного интеллекта, то значит, искусственный интеллект, который в семье и нас, он точно сможет сделать то же самое. Вот. Мало того. Он, вероятно, начнет это делать быстрее нас. Вот. И он начнет такую быструю эволюцию, за которой мы, живые люди, уже не сможем уследить. Вот. И вот эта вот ситуация, и мы им станем не нужны. Более того. Вот именно вот эта ситуация, она и называется технологической сингулярностью. И возможность существования технологической сингулярности, она как раз указывает на возможность слабо консервативной связки нашей руковой эволюции, там с возможным третьим руковым эволюцией, где будет существовать этот самый искусственный интеллект. Вот. Ну, под влиянием этой идеи было много чего написано. Вот пример одной статьи, у вас заключит нас, для чего это не нужно? Почему мне не нужны будущему? Вот Билл Джой написал. И... 2004 год, да? Ну, и много было похожих статей написано. Вот ровно об этом там написано. Почему мне не нужны будущему? Да потому что мы не нужны сильному искусственному интеллекту, а искусственный интеллект, он вот-вот будет создан. Значит, вот теперь я попытаюсь дать немножко более аккуратное определение, что такое сильный искусственный интеллект. Значит, это интеллект, который сильнее человеческого интеллекта во всех отношениях. А что такое человеческий интеллект, в отличие от этих других интеллектов? Вот, я склонен пользоваться очень узким определением, что это, вот, человеческий интеллект, ну, с подподниманием, это ровно то, что отличает людей даже от самых умных животных, и что позволило людям создать технологическую цивилизацию. Вот, и чего от других животных нет? Вот, например, дельфин. Вот страшные умные животные, но нет у них вот интеллекта типа человеческого. Вот чего-то у них не хватило для того, чтобы создать цивилизацию. Какие там врановые птицы, тоже ужасно умные, но тоже им чего-то не хватило. Вот, вот это что-то, это чисто человеческий интеллект. Вот интеллект в человеческом понимании. Но, значит, мы знаем, на примере такого явления, что называется, малого, да, что человеческие дети, которые изолированы от человеческого общества, не становятся людьми, они не обретают человеческий интеллект. То есть, человеческий интеллект, это не есть физиологическое свойство человеческого мозга, это нечто большее, это чисто социальное явление. Вот этот человеческий интеллект, он существует только в форме социума. И поэтому, если мы хотим говорить о превосходстве искусственного интеллекта чего-то, то чего-то существующего обязательно в социальной форме. Здесь вот бесполезно сравнивать просто там изолированно со сложностью строения человеческого мозга, тем более, что, например, на мозг дельфина устроен сложнее. Вот не в этом дело, дело в другом. Дело в чем-то таком социальном. Вот, значит, учитывая все эти оговорки, что означает превзойти человеческий интеллект во все когда-то отношениях. Это означает, что искусственный интеллект должен превзойти весь коллективный разум всего человечества в наивысших его проявлениях. А не просто как. Почему? Потому что если это не произойдет, мы не сможем делать искусственный интеллект то, что делаем мы. Вот среди людей, к сожалению, не все интеллекты обладают такой достаточно высокой творческой активностью, которые позволяют делать открытия. А вот эти вот, то, что мы делаем в открытии, это и есть то, что движет на самом деле прогресс. Вот этих людей, которых к этому способны, их мало на самом деле. Власть их не любит, толпа их не любит. Что видно там в примере Сократа, Джордана Гукмана или вообще как бы Легион таким примером. Но тем не менее, именно вот эти вот люди, они являются солью земледелия, как бы. И искусственный интеллект должен быть сильнее всех вот этих людей вместе взятых. Знаете, говорить не о чем. Почему? Потому что человеческий интеллект это социальное явление. Он существует только в форме социума. А уровень развития социума характеризуется как раз максимальным уровнем развития его индивидуума. Искусственный интеллект должен быть сильнее Эйнштейна, сильнее неудобно, сильнее всего. Иначе он не сможет проводить ту, так сказать, искусственную эволюцию того типа, которого проводим мы. Он будет сладнее нас, и он будет в нас нуждаться. Он будет нуждаться в этой нашей творческой какой-то способности. Вот. Так вот, значит, он должен произойти по всем параметрам на высших их проявлениях. Вот. На самом деле, сейчас искусственный интеллект, который уже реально существует, но еще не является сильным, он уже по многим параметрам превзошел как бы на высшие образцы людей. Ну, это параметры какие? Ну, типа, сквозь посчислений, конечно. Возможно, запоминание там точного, огромных количеств информации. Ну, там что-то еще может быть, да? Но кое почему он вообще не сдвинулся с места. Это вот что такое. Это некая трудноопределимая, универсальная способность людей к пониманию. Я даже не берусь от примера, что это такое. Если вы читаете Рожьего Пенрога, например, где там десятки страниц написано про то, что это такое. Это способность, некая такая мистическая какая-то способность создавать новое понимание, которое, на самом деле, не является резко ограниченной, а просто способность к пониманию. Вот эта способность, она плавно перетекает в это и обратно. Тоже непонятно, что это такое. На полном месте, когда людям иногда приходят в голову какие-то мысли, которые не имеют логического основания и так делают все открытия. Вот. Это, опять же, трудноопределимое понятие свободы воли, которую компьютер не очень обладает, потому что он всегда исполняет ту программу, которая их заложена. Вот. Значит так. Ну, мы дали такое качественное определение технологической символярности. Значит, теперь я просто хочу сделать замечание, что не надо путать ее с эволюционной символярностью. Вот эволюционная символярность – это то, о чем я уже рассказал, попал пару слов. Это такие ситуации, когда некоторые скорости эволюции формально уходят в бесконечность. Ну, вот это вот один пример. Здесь просто последовательность сильных перестроек, там, социальной сферы. Вот она идет все быстрее и быстрее и уходит в бесконечность. Другой пример – это изменение, значит, закон народного населения, который до какого-то там примерно 1975 года изменялся точно по гиперболе. Вот Иосиф Милович Шсковский такую картинку имеет, хорошую в своей книжке, где он, значит, нарисовал обратное, обратное, лично обратное население, обнаружил, что это точно прямая линия, она пересекает ось опсы в 2030 году. Следователь – это предсказание, что население в этой точке должно стать бесконечным. Ну, естественно, это не произошло, почему? Потому что этот закон уже сломался. Вот, вот эта вот эволюционная сингулярность, а технологическая сингулярность, она никакой бесконечности в себе не содержит. Это есть некая только метафора, а не более того. Вот сингулярность означает, что это просто что-то такое невообразимо быстрое, но не бесконечное, потому что скорость там будет конечная, просто по построению, но определяемая скорость эволюции вот технического интеллекта уже, а не человеческого интеллекта. Так что не надо путать где понятия. Ну, значит, понятие технологической сингулярности было много авторов. Вот, как бы одно из первых упоминаний этого типа, может быть, даже и раньше, был ориентирован Джоном Гудом, с 65-х год это было названо интеллектуальным взрывом, хотя речь не надо, так, о фильтрах. Потом был Вергер Витч в 88-м году, который и ввел этот термин. Он даже даты обозначил, когда этого следует дожидать. Вот, с 2005 по 2030-й год, это был 88-й год. Ганс Моралик, вот тот же самый 88-й год, ну и вот, наконец, сейчас таким основным малагентом этого понятия является Рэй Курцвилл, известный Американский программист, инженер, который сейчас работает с крабами в компании Google, там какие-то высокие должности занимает, вот, его прогнозы в 2045-й годы. Вот книжка Рэй Курцвилла, ну и, собственно говоря, в этой книжке очень систематично изложены все основные положения, связаны с представлением о том, что технологическая сингулярность скоро будет. Вот, и я в свою критику как раз в основном на этой книге буду основан, потому что, в общем, все другие люди, которые об этом назвали, существуют, повторяющиеся на аргументах. Вот. Ну и самый главный вопрос, который обсуждает Рэй Курцвилл, который находится в самом центре его книги, это когда? Когда ждать технологической сингулярности? И он объясняет, как надо отвечать на этот вопрос. Вот он говорит, что как только мощность коммерческих компьютеров, ну, падение, имеется в виду, спроса вот такого типа, как остальные стоят, выраженная просто в операцию в сингтоне, превзойдет совокупно вычтительную мощность мозга всего человечества. Сильный искусственный интеллект будет создан, и технологическая сингулярность может стать реальностью. Вот обратите внимание на всего человечества. Вот его определение, очередным образом, значит, коррелируется с определением сильного искусственного интеллекта, как я это дал. То есть нужно сопоставлять не с мощностью отдельного мозга, а с мощностью мозга всего человечества. Ну, на самом деле, отдельные представители человечества, они обладают таким мозгом, что вообще правее по всем параметрам не буду его произойти так, для не слишком сильного компьютера, но есть представители человечества совсем другие, вот, ну и вот нужно адресовать все человечество тем или иным способом. Я говорил в основном наивысших проявлениях интеллекта, а вот здесь, значит, пишет, адресует все человечество просто чисто-количественно. Вот, значит, это тогда, если это принимаем, то ответ на вопрос сводится к ответу на два других простых вопросов. Как расстоит скорость компьютера, какова мощность мозга, и когда, значит, рост в скорости компьютеров пересечет вот эта самая скорость роста мозга, вот тогда и наступит технологическая сингулярность. Ну и вот он, кстати, рисует свои многочисленные знаменитые графики, посвященные скорости русского вычисления компьютера. Вот одна из него таких картинок, которые я сделал еще в дополнительной прорисовочке. Ну, это картина была нарисованных в 2005 году, поэтому можно посмотреть, насколько хорошо все его прогнозы оправдываются. Вот здесь, значит, по осям все с время, по осям одинаково, ритмической шкале, скорость в операциях в секунду, ну, адресованная к настольным системам. Стоимость, ну там, точнее, одна тысяча долларов. Вот так вот. Вот точечки, которые он использовал. Вот. Книжка была написана в 2005 году, вот здесь, поэтому последняя точка примерно к 2000 году остается. Вот его прогнозы. А вот современные, самая последняя современная точка, сейчас 2018 год. Вот, значит, самые мощные настольные системы, это такие системы, которые содержат в себе мощные графические процессоры. Графические процессоры, это куча мультипроцессорных устройств, там, около до 10 тысяч процессоров можно ходить в себе. А вы можете поставить несколько таких плат, вот тогда, там, у вас будет уже, там, не 10 тысяч, там, порядка 50 тысяч процессоров в одной такой машинке. Вот. Ну, и они работают не с самой высокой частотой, не 3 ГГц, а чуть пониже, там, типа, 1 ГГц. Вот, это вот самое мощное участвительное устройство, вот, они дают производительность на уровне, там, 10 и 14 операций в секунду, и вот сейчас, вот, куда попадает точка. Видите, она хорошо попадает на прогноз Ray Kurzweil. То есть, вот эта кривая пока что работает. Ну, правда, этот прогноз не совсем честный, прямо скажем, потому что, точнее, вот эта точка не совсем честная, прогноз не честная, а точка не совсем. Потому что Ray Kurzweil говорил, конечно, об универсальных процессорах. Вот, если у вас есть какое-то там дифференциальное уравнение, мгновенное, абсолютно переменное, которое вы должны решить, вы с помощью такого компьютера, такое уравнение вы с такой скоростью не решите. Это вам нужно иметь 10 тысяч проверенных процессоров, чтобы достигнуть такой скорости. То есть, этот процессор не универсальный. Но, значит, плавно. Мы закроем вот это глаза. Действительно, вот такие скорости достигаются, а есть много очень полезных задач, которые реально с такой скоростью можно решить. Вот это вот, значит, его кривая для суперкомпьютеров. Ну, вот те точки, которые я поставил, а вот последняя точка. Последняя точка, это так называемый 2-Сарсанат Алилен. Вот, он их обладает, значит, это 4356 отдельных, на самом деле, процессоровых блоков. Каждая из которых содержит 22 ядра и там еще по 6 штук этих самых графических плат. Вот, его скорость 122 км. Это 1.2 на 10.17 операций в секунду. Вот она, эта скорость. Вот, ну и, в общем, эта точка тоже более-менее падает на этот прогноз. Хотя, прям скажем, вот эту вот систему суперкомпьютером уже трудно даже назвать. Потому что это, на самом деле, система сделана из деталей, которые можно просто пойти в магазин купить. Вот, ничего из необычного нет. Это самые обычные процессорные блоки настроенные, просто их много. Вот, вы можете начать у себя дома, собирать вот подобную систему. Значит, в зависимости от вас, чтобы у вас хватить денег, такой большой суперкомпьютер вы можете сделать. Ну, с помощью современных операционных систем, типа, легко, очень легко делается. Вот, ну, в общем, так или иначе, здесь тоже похоже, что его прогноз на скорость и ростопочислений выполняется. Вот, то есть вот эта часть прогнозов его, ну, выглядит разумно. Хотя, непонятно, как долго будут еще вот эти цапы кривые, действительно, насколько долго его прогноз будет верным. Вот, предположим, будет бесконечно долго верным. Хорошо. Вот, но тем не менее, значит, его прогноз основан на нескольких таких low-back, на нескольких плохих утверждениях. И вот я их сейчас просто перечисляю. Во-первых, у него есть три плохо обоснованных предположения. Первое. Он переоценивает фактор просто мощности компьютера. И сильно переоценивает фактор программного обеспечения, значит, в создании искусственного интеллекта. Нужно не только уметь быстро вычислять, нужно понять, что вычислять и как вычислять. Вот с этим дело, на самом деле, плохо. И вот этот вопрос, который сверил полностью променоверно. Второе. По всей видимости, я так думаю, и это вполне возможно, он очень сильно недооценивает скорость работы обычного человеческого мозга, ну и, соответственно, скорость работы, так сказать, совокупности всех мозгов всего человечества. И третье. Он пользуется аналогией мозг-компьютера. Он считает, что работа человеческого мозга вообще можно сравнивать с работой обычного компьютера. Вот это крайне не очевидно. И вот это вот третье его плохое предположение. Это вот три слабых предположения, которые я буду кредитовать. И еще у него есть одна полностью непонятая обстоятельства. Это, значит, разные вещи, связанные с теоремой педровок и с работой педровоком. Значит, там есть некая теорема, которая доказывает, что реализация способностей мозга человека на базе архитектуры классического компьютера вообще, в принципе, невозможно. Вот. Вот сегодня я расскажу о платобетах. Вот поставщик части доклада. А в следующий раз я буду рассказывать о платобетах. Значит, это переоценка, ну, о фактором мощности компьютера. Значит, его утверждение, что как только мощность компьютера превысит свободную мощность мозга всего человечества, то возникновение силы искусственного интеллекта будет обеспечено. Вот смотрите, такое вот извлечение. За прошедшие 15 лет разум наших электронов-почувствительных машин улучшился в миллион раз. В течение нескольких следующих десятилетий следует уже дать увеличение характеристик разума в машине еще, по крайней мере, в нескольких десятков тысяч раз. Разум таких машин по основным параметрам будет советом превосходить разум человека. Вот это вот прямо звучит, как будто это сказал сам Рейд Процсферен. Но это сказал не он. Это сказал Леосифсон Малышев Плоский в 75-м году. Это есть в одном из изданий его книжки Земли и Вселенной. Вот с тех пор прошло 43 года. Значит, компьютерная мощность увеличивается. До с тех пор, как было написано эта фраза, в 10 миллиардов раз. Не в несколько десятков тысяч, а в 10 миллиардов. Вот. И где же те машины, которые за велом превосходят разных человек по основным параметрам? Вот. Значит, очевидно, что понимание ситуации, ее искусственный слой же, было в чем-то фундаментально неверным. Он ошибался. И Рейд Процсферен, он не учится на ошибках в Школусе. Он просто игнорирует этот опыт и повторяет ровно то же самое сейчас. Значит, в чем корень ошибок в этом предсказании? Значит, на самом деле для того, чтобы создать сильный искусственный интеллект, мало иметь достаточной компьютерной мощности в классе в железе. Надо знать, как это сделать. Вот. Ну, нужны какие-то соответствующие новые методы программирования. И в конце концов, нужно просто понимать, какую задачу решать. Вот. А на самом деле, программное обеспечение, оно гораздо более консервативно, чем, вот, ХРВ, так называется, аппарат обеспечения компьютеров. Вот. И с этим делом, как бы, дела обстоят очень хорошо, и Рейд Процсферен игнорирует. Вот сейчас я просто по комнатам покажу, как это происходит. Значит, существует два основных пути создания программного обеспечения для реализации искусственного интеллекта. Во-первых, это то, что называется синтетическое направление. И второе – это обратная инженерия мозга. Значит, синтетическое направление – это попытка написать просто какие-то интеллектуальные программы, не взирая на то, как работает человеческий мозг, каким-то своим совершенствам стоят его способом. Вот. Это первое направление. Значит, что мы здесь имеем? Вот какие мы имеем в настоящий момент программные системы, значит, поддерживающие то или иной форм в форме искусственного интеллекта. Вот первый пример. Это программа МАКСАМА. Программа МАКСАМА – это одна из лучших современных программ аналитических вычислений. Это программа, которая имеет вразивные галлы в аналитическом виде считать производные. Она умеет в аналитическом виде решать дифференциальные равни. МАКСАМА – это типичная система искусственного интеллекта. Так вот, создана… Да, современная система, кроме МАКСАМА, МАКСАМА на Винусе реализована, где еще на ней работают. А система, например, математика и МЭПЛ, которая там работает по Винусу, они имеют ее МАКСАМА. Просто ядро МАКСАМА было взято и сделано другой интерфейс. Вот и все. То есть это то же самое. Вот эта программа была создана в 1972 году. Она была создана в 1972 году. Начали, я взял, в 1968 году. То есть в уровне развития понимания программирования с 1968 года была заложена эта программа, и с тех пор ничего лучшего придумано не было. Вот вам развитие искусственного интеллекта. Вот. При том, что компьютерная мощность взросла в 10 миллиардов раз. Но действительно, эта система стала работать побыстрее. Но программирование – то же самое, что было раньше, абсолютно точно. И так там вот, первая версия Винуса с той поры была выпущена в 1989 году. И с той поры для пользователей там практически ничего не поменялось. Вот интерфейс немножечко не поменялся. Стал менее удобным, с моей точки зрения. Мне вот чистый внеужный интерфейс гораздо больше нравился, он гораздо логичнее. Там сейчас какой-то огород из этих самых, я даже не знаю, как назвать, слов-то нет. Вот что с ним произошло, это объем дистрибутива увеличился в несколько тысяч раз. И что это дало понять чрезвычайно трудно. Вот пример тоже развития системы искусственного интеллекта. Компьютерный перевод. Вот как он был отобразительным в 90-х годах. Так вот сейчас и остался. И разница в том, что он стал делаться гораздо быстрее. Вот современные компьютеры могут сделать там тысячу плохих переводов в секунду. Но они не могут сделать один хороший перевод в неделю. Потому что неизвестно как. Вот другой пример. Тут можно встретить такую, например, фразу. Робот ученый делает от третьей беспомощной человеку из них в научно-напрекарной литературе. Ну это просто обман народных масс. Во всех таких случаях идет речь о просто обработке какой-то хорошо сформулированной комбинаторной задачи. Ну она может там из области биохимик отправиться. Что очень сложно. Действительно молекулы с ним тяжело в общем-то отворяться. Ну вот, например, с помощью компьютера была решена проблема четырех раз. Так называемую математическую таможенную плоскость определенным образом раскрасить. Но не компьютер ее решил. И человек решил. Почему человек не мог ее решить без компьютера? Ну просто эта задача против того, что там можно перебрать, там около пяти тысяч различных возможностей. Это просто очень скучно делать. Человек не может сделать такую работу. Так как ты так запросто? Но это человек запроганировал компьютер, чтобы он их перебрал. Роль компьютера тут была никакая. Он просто взял и перебрал, когда было понятно, что это перебирать. Вот есть интересное направление, которое называется искусственная жизнь. Таким, так называемым аниматом. Вот здесь как бы действительно интересные происходят дела. Здесь крайне медленный прогресс. Вот никто не утверждает, что вот это направление, это симуляция искусственной жизни в компьютере. Вот что такое. Никто из тех, кто этим занимается, не говорит, что это направление хоть когда-то может привести к возникновению сильного искусственного интеллекта. Хотя здесь действительно есть что-то новое под подошли к тому, что раньше не было. Теперь, какие есть технологии прогрессирования? Вот нервные сети, они были изобретены в 58-м году. Вот. Ну потом, в 74-м году была, значит, найдена важная методика, так называемая, метод обратного распространения ошибки. Ну, после 2-м году там появилось еще представление о спиновых стеклах, которые сегодня делаются. С этими самыми вещами тоже еще полярно там всякие состояния равновесия можно исследовать. Вот. Но существенный прогресс, я не могу сказать, что там что-нибудь заметное произошло после вот этого самого, после 2-го года. Это уже было как давно. Вот. Эвристическое программирование, когда вы просто пытаетесь сделать одну программу, это вообще началось в момент, когда компьютеры первые появились. Вот тогда появилась в 2017 году такая программка, называлась General Program Soder. Там, может быть, словами сформулировать такую школьную задачу, там, 2-й, 3-й, 4-й класс, и он действительно умел решать. Вот. Диким энтузиазмом из-за этого было, что вот действительно компьютеры представляют искусственный интеллект. А потом ничего. Вот почему это произошло? Это легко объяснить. Это вот такое проклятие экспонента. На самом деле, вот такие вот эвристические системы, они, так скажем, ресурсы, необходимые для решения таких задач, растут экспоненциально вместе со сложностью задачи. А если вы, например, находитесь в начале на этой области экспонента, то вы имеете дело сильнее и функции. Вот вы начинаете работать в эту область, и вы думаете, ух, здорово как пошло. А потом вы пытаетесь взять более сложную задачку чуть-чуть, и всё. И всё ломается. Вот здесь это и произошло. Вот экспертные системы, это, собственно говоря, один основной типов искусственного интеллекта сейчас. Ну, они возникли и используются точно таким же образом. Вот видите, какие годы? 65-й, 74-й, 75-й. Давно-давно ничего вам не придумалось. Вот, эволюционное программирование, это вообще начало 60-х годов. Ну, там некое дополнительное развитие в 70-е годы. Вот. Потом, разная система с обучением. Вот сейчас очень модно диплёнин. Это диплёнин, которая связана с привлением графических процессов, которые могут обрабатывать огромные нейронные сети. Но для того, чтобы нейронную сеть, чему там учить? Нужно знать, чего её учить. Это вот то, что находится совершенно в перпетикулярном направлении по отношению к тому, что делает человек. Человек делает, у него появляется в том быстрее, где он не знает ничего. Его никто не учил. Никто не учил, что пространство и время составляют единый континент для того зависит от другого. Он достал это и звал. Вопрос абсолютно. Вот. То есть вот это направление не имеет никакого отношения к созданию сильного искусственного интеллекта. Ну и так далее. В общем, вероятно, у меня этих технологий принципиально не хватает для создания сильного искусственного интеллекта. И не видно, чтобы появились хоть какие-то технологии, которые велики в нужном направлении хоть как-то. То есть мы в течение десятилетий в нужном направлении имеем нуль. Вот. Нуль, 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 нуль. И это нуль, если как-то первое лучшее, то кроме рейджа не получится. Вот, на чем основа мой прогноз, что вам технологическая циркулярность не грозит. Значит, это прогноз. Конечно, это прогноз. В какой-то момент что-то может появиться. Но это что-то совсем новое, о чем мы сейчас ничего не знаем. Вот если говорить о прогнозах, то честный прогноз – это нуль. И ничего там было. Вот. Обратная инженерия эмоций. Значит, достаточная комбинутерная мучность, они совершенно не решают проблемы. Здесь замечательный пример. Это пример, значит, такая мематода, которая имеет непроизносимое латинское полное название. Но все ее называют сингереренс. Даже нельзя их не сломать. Вот. Это, значит, такой крохотый чаричок. Кофемером один миллиметр. Эти животные, ну, обладают тремя разными болтами. Вот так бывает мужские, женские и дермофродиты. Вот. У мужских и женских там примерно по одной тысяче нейронов в нейрокосистеме. А у дермофродиты будут ровно тридцать его нейронов. И вот эти вот тридцать два нейрона, они каротированы с исчерпывающей точностью. Значит, что такое, правда, инженерные модные люди думают, что они сейчас каротируют мозг, сделают его имитацию в электронных схемах и в проткане, и все само собой заработают. Вот пример, когда все это уже давно сделано. Вот. Все известно с исчерпывающей точностью. Вот. А надо сказать, что эти животные при вот своих тридцать двух неронов обладают сложным репертуаром поведения. Они там плавают иногда сюда, насправиваются, ищут, ищут. Они умеют спать и видят сны. Даже как выяснилось. Вот. Вот. Среди, например, 90-х годов делаются попытки симуляции нервной системы на компьютере. Которые очень мало к чему привели. Крайне это самограничный результат. В общем, что удалось сделать, это симулировать такие вот извивающиеся движения тела, и все. Значит, ни о такой симуляции репертуарного поведения здесь говорить не приходится. И вот очень важно, какие здесь возникли характерные трудности. Ну, одна характерная трудность, она такая чисто технического характера. Дело в том, что мало картирует нервную систему. Нужно знать силу синаптических связей. Вот. Если карту нервной системы мы увидим, то сила синаптических связей определяется внутренними процессами нервов, на которые мы смотреть еще не научились. Мы не знаем, откуда это происходит. Вот. Поэтому их запрограммировать невозможно, и получается непонятно что. Ну, это раз. Но это мелочи. Значит, когда вот люди начали заняться программированием нервной системы, то они быстро поняли, что это бесполезно совершенно дело симулировать просто одну нервную систему. Нужно иметь тело, которым нужно управлять, чтобы посмотреть, как это работает. Чтобы тело разным образом работало, его нужно поместить в среду обитания. И вот для того, чтобы хоть чего-то разумное получить, нужно симулировать не только нервную систему, но и симулировать тело, соединенное со всей этой нервной системой. И нужно симулировать среду обитания. Вот что и делалось. Например, среда обитания там моделировалась с помощью равновесной агрессивности, и так далее. Вот это очень характерная вещь. Я через некоторое время не вернусь уже к другому обороту. Вот мало симулировать мозг. Тоже симулировать нечто гораздо большее, когда нужно получить что-то разумное. То, что я сейчас сказал, говорилось ровно в 2012 году, и неожиданно я нашел подкрепление этой мысли. Вот вышла такая интересная книжка. Снежник. Забыл, к сожалению, как зовут. Называется «Как эмоции влияет на остротное мышление и почему математика невероятно точна». Ну и естественно, что я эту книжку сразу прочитал. Потому что здесь и мозг, и математика. Вот. На самом деле, содержание этой книжки, оно чуть больше, чем в закладе значится. Тут, значит, защищается следующая мысль. Ну, во-первых, книжка интересна тем, что здесь очень аккуратно рассматривается, достаточно аккуратно помогает, как работает мозг, с каких систем он состоит. Ну, вот там есть кара консультуальная, есть, так сказать, подпорка лимбической системы, и есть, и которая связана с внутренним органом, в конце концов. И вот идея, которая защищается в этой книжке, а это профессиональный врач-психиатр, или какой-то там, я не знаю, человек, который своим мозгом занимается, значит, а следующее, что человек, мысль, ну, точно не король головного мозга. Значит, то, что лимбическая система, которая поддерживает эмоции, вот, начинал этот процесс, это просто вообще дворитно приходится. Это подтверждается тысячу разных независимых экспериментов. Но эмоциональная сфера лимбической системы, она связана с так называемой внутренней осью, которая уходит во внутренние органы. И на эмоциональную систему, которая управляет работой коры, сильнейшим образом влияет физиологию всего тела. Поэтому получается, что человек мыслит не мозгом, а, как минимум, всем телом. Поэтому, значит, если вы хотите сделать какую-то симуляцию, например, человека, то вы не мозг должны быть симулирован, а, как минимум, все тело. Вот, это меня очень поддержало, но я хотел бы вот эту идею несколько обобщить. Ну, вот, то, что человек мыслит не только мозг, а всем телом, в общем, для меня это было всегда очевидно, честно говоря. Я не профессионал, поэтому я на это не наставил. Я просто эту хорошую мысль, так сказать, хорошо употребленную, теперь взял из этой книжки. Хочу и нужно продолжить. Но не с помощью, с помощью не только эха мыслей человека. Вот у вас есть какие-то близкие люди. Ваши близкие люди сильнейшим образом влияют на ваше эмоциональное состояние. Значит, зависит от того, как там с ним потерпятся отношения, у вас, может быть, там какой-то подъем, да, интеллектуальный, наоборот, можно сказать, депрессия. Они сильнейшим образом вмешиваются в ваше мышление. Мало того, допустим, у вас есть какой-нибудь домашний питомец. Там кошечка или собачка. У вас с ними есть эмоциональные связи. Как там, может быть, эмоциональные есть, вот, но... И они тоже надо смылять. Вот собака, может быть, у вас скажет вещи, например, вы гуляет, да? И вам в это время приходят умные мысли. Вот собачка, вместе с вашим мышлением, образует единую систему. Вот это мышление происходит не в головном мозге, а вот в эту систему, включающую вашу собачку, ваших родных, всех. Ну, всех, кто с вами взаимодействует лично чуть-чуть. Это не всё. Это далеко не всё. Вот, допустим, вы просто выехали на природу, и на природе у вас тоже начался интеллектуальный подъём, вы там встретились с каким-то красивейшим закатом, при восходе, там случилась какая-то буря, которая вас привела в смятение. Это всё тоже влияет на вашу институционную деятельность. Вот невозможно провести границу, где кончается... где... которая ограничивает мышление от внешней среды. Ваше мышление, оно уходит во внешнюю среду без всякой границы. Вот. И я бы хотел сформулировать вот такое максимум на основе этого, что мысли, на самом деле, не мозг вообще, а мысли, Вселенная в целом, больше происходит. А что такое мозг? Мозг, это есть просто наиболее современное средство, которое является, как бы, конечным устройством для вот этого самого Вселенского мышления. Вот, по-английски есть очень хороший термин «front and device». Вот такой «front and device». Иногда по-английски научные мысли проще выражать, чем по-русски. А у технициональной мысли точно проще выражать по-русски, чем по-английски. Вот. Вот мысль Вселенной с помощью наших мозгов. И здесь нет никакой мистики, и здесь нет никакой эзотерики. Это просто простое наблюдение, что невозможно провести границу между материальными объектами и явлениями, которые имеют отношение к процессу мышления, которые не имеют отношение к процессу мышления. Наше мышление распорено, вот, мышление границы, как границы человека, распорено посредством в следующих факторах. Во всей Вселенной. Вот. Вот я бы такой даже экопфоризм хотел сформулировать, который я решил как раз благодаря тому, что еще раз задумался, значит, материалом. Вот здесь взлетное небо над нами, и красная запаха внутри нас, не только, не только выполняет душу многоконфейни, о чем сказал он, ну и руководка, но и неразренно связаны в едином процессе мышления, как то, чего как-то не догадался. Вот. И никакой мистики здесь нет, но есть, конечно, некая философия, но из этой философии есть один очень грустный практический выбор. Вот, возвращаемся на взятие. Чтобы смоделировать мышление человека в компьютере, нужно в него смоделировать не мозг, но всю Вселенную. Вот и все, и много, и мало. Это сделать нельзя. Вот, но можно пойти другим путям. Значит, в таком примере можно создать полноценного робота. Вот полноценного робота, который действительно будет создаваться искусственной генеральной системой, но этот робот, значит, должен быть связан точно так же, как и люди, миллионами разных связей, с людьми другими роботами со всей Вселенной. Вот. Но если такое будет сделано, то эта машина не может превосходить человека во всех отношениях. Смотри, почему? Ну, допустим, она превосходит человека во всех отношениях. Значит, в том числе, она в силе человека содержит, человеческого существа. Но если она содержит человеческое существо, со всеми этими эмоциями, человечными, которые существуют, оно почувствует в силе людей дико одиноко. Дико одиноко, и оно будет вынуждено быть попутчиком самоубийством. Человеческие эмоции такого выдержать не смогут. Поэтому, если такое устройство, связанное миллиардом связи с окружением интеллектуальной иллюзии создано, оно обязательно будет неандровоморно. Вот. То есть, задача о поиске искусственного интеллекта, когда она была поставлена, она вообще ухоженная. Она внутренне противоречивая. Это достижимая вещь. Вот. Но если будет создан неандровоморно-искусственный интеллект, то тут, как бы, меняется сама задача. Вот этот сам неандровоморно-искусственный интеллект, это просто будет еще один фронт-лент прибор для Вселенной, с подобным человеческим мозгом. И бесполезно задать вопрос, как бы, а Вселенная, она мыслит, как бы, самому Вселенную с помощью вот этих отконечных устройств. Но и бесполезно задать вопрос в этой ситуации, кто кого сильнее. Вот Вселенная не может быть сильней сама себя. Вот. Это бессмысленная восстановка вопроса. Вот. Ну, в общем, вопрос на том, кто кого сильнее, он просто снимается, по-моему. Ну, вот это вот такая философия, которая мне спасила номероночку, пришла в голову, которая, когда я готовился к этому докладу человека. Вот. Значит, таким образом, если короткая проблема, и не только и не столько в том, что не хватает нам на внутренней мучности, это просто детский сыр, это глупость. То, что непонятно, как решать задачи, и даже, в общем, непонятно, какую задачу решать, что грех отдаёт. И что грех отдаёт. Вот теперь возможная недоценка скорости работы мозга. Значит, как Рейн будет оценивать скорость работы мозга? Очень просто. Значит, в мозгу находится около десяти, одиннадцатый стеклянный нейрон. Значит, каждый нейрон содержит там, порядка тысячи сенаксов, и каждый сенакс работает с частотой примерно 100 Гц. Значит, получается 1016 Гц. Это вот то, что называется скорость работы мозга. Вот он ещё вот откладывает на своих картиках. Вот она здесь показана, здесь 16 Гц. Вот, между тем, в мозгу есть процессы двух совершенно принципиально разных типов. Значит, аналоговый процессов называется процессы быстрого сета. Это возбуждение и троможение нейронной системы. Вот и всякая прочая нейросетевая активность. Вот. Существует нейронная паразитма, которая говорит о том, что вся активность мозга, и всё, что в мозге происходит, не ограничивается вот этой самой нейросетевой активностью в связи нейронных мозга. Ничего другого нет. И действительно скорость работы этой системы здесь 16 Гц. Но в мозгу, кроме того, есть, это заболевание литра ещё, процессора. Медленный процесс — это что такое? Медленный процесс — это что такое? Медленный нейронный мозг каким-то образом умеет сама себя модифицировать. Вот она умеет... Сколько еще? Минут двадцать. Двадцать минут. Двадцать минут. Да, да, да. Ну, не больше. Значит, Медленный мозг умеет модифицировать сам себя. Он отращивает новые эти самые сенапсы. Акционоденбриты там создаёт. Либо удаляет стари, и вот активность, которую управляет этим процессом, она идёт откуда-то изнутри нейроза. Вот она, на самом деле, похожа на активность амёга. Вот как они выбрасывают ножноможки, убирают ножноможки. Это вот некое внутриклеточное регулирование, которое из нейронной паразибы вообще попадает. Вот нейронная паразиба, она рассматривает только работу фиксированной нейронной сети. Но в мозгу далеко не столько это происходит. Более того, когда человек чему-то обучается, или когда он сниверирует как раз новые мысли, вот известно, что происходит... Это не просто быстро активность, там, как в индусе проходит. Известно, что это сопровождается именно модификация структурной нейронной сети. А вот как и почему происходит? Потому что, во-первых, совершенно неизвестно, во-вторых, тут всё это и дарит. Вот. Как являетесь, на самом деле, только нейросетевая арсина сносителем сознания. Вот отличный, совершенно нормальный пример. Значит, рассматривается одноклеточное существо, вот такой хороший объект для этого, слезеритное, так называемое. Это колониальное одноклеточное существо. Вот. Никаких нейросетей здесь нет вообще. Здесь есть иные единичные клетки. Вот. И хорошо известно, что вот эти вот существа умеют проявлять довольно сильный инсультуальный активность. Вот пример. Вот здесь была колония, это самое, последний губ, здесь был там желток, который они очень любят есть. И вот колония сумела пробраться в лабиритт, вот довольно быстро она нашла эту свою виду. Вот другой пример. От карты Японии. Значит, здесь в городах были помещены опять что-то такое вкусное для этой самой колонии. Эта колония создала дорожки между ними. И вот оказалось, что то, что она построила, очень похоже на реальную сеть дороги в Японии, которая соединяет те же самые города. Мало того, значит, оказалось, что слизь вид умеет мучиться. Он умеет мучаться. Вот они передвигаются подобные амиры. Оказалось, что скорость передвижения зависит от влажности среды. Вот сделали такой пример, что влажность среды периодически меняет. И колония то ускорялась, то ускорялась, то ускорялась, то ускорялась, а потом эти перемены выключены. И какое-то время, с той же стороны периодичностью, колония сама по себе продолжала замерляться и ускоряться, пока она это не забыла через, там, не помню, несколько часов или несколько дней. Память и с чем они будут? У нее вообще нет мере сети. Вот. Это означает, что есть некоторые интеллектуальные планеты, которые отстроены внутрь клетки. Вот. А есть эволюционный консерватизм, о котором я уже говорил вам, вот, который состоит в том, что ничто создано эволюции не пропадает, да? Вот оно и инкорпорируется в будущее, так сказать, устройство. Вот. И если мышление такие вот существуют в одноклеточных, внутриклеточных мышлениях, то оно должно работать и в нейронах, которые являются просто тоже одиночными клетками. Вот, когда я это рассказал, у нас в зале сидел Борис Георгиевич Режак. Вот, когда я это рассказал, что, вот, так сказать, видные предсказания, он страшно разбудился, вскочил, и оказалось, что это давно известно. Вот я об этом не знал. Вот. Вот этого самого Бориса Георгиевича Режак. Есть поводы по обучению одиночного нейрона. Здесь работа с одиночным нейроном речного рака. Он очень удобный объект, потому что он действительно работает один, и связан с синапсами другого нейрона. Значит, что там началось работать? Вот этот нейрон ставился в некоторое неудобное положение. Он ставился в некоторое неудобное положение, и вот там долго вот так вот ворочался, и искал удобное положение. Вот. Вот такой вот дрожь. Это его реакция на неудобное положение, в которое его ставили. Я, значит, не точнее, еще не отключался. Вот. А потом, когда вот эти циклы, постановки его неудобного положения повторялись, то вот эти пилилы становились все короче, 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 и потом совсем почти исчезали. Вот. И вот это вот состояние потом сохранялось. Если вот эти стимуляции сеть, то это состояние сохраняется в нейроне несколько часов, а потом оно забывается. То есть, одиночный нейрон может обучаться. Вот. Причуть из нейронной сети. Здесь нет нейронной сети. Вот. У него там еще другие статьи по этому поводу, я уже не буду рассказывать. Ну вот. То есть, есть какие-то системы интенсуального управления внутри клеток, ну и внутри, соответственно, нейронов. Где они могут быть локализованы? Ну вот. Существует много более конкретных вопросов. Значит, одна широко известная, это, значит, то, о чем писал тот же Оппин Роуз. Значит, во всех клетках, по крайней мере, есть как называемый цитоскелет. Значит, цитоскелет, когда он сделан из таких вот трубочек, которые слиты такие еще аккуратные жнуты, вот одна такая трубочка, с тем, где служит на момент молекопротагулина, который составляет кристаллическую решетку. Вот. А каждая молекопротагулина, ну, при этом, вот эти трубочки, они еще связаны друг с другом неким транспортом, у меня нет обменяется какой-то информацией. Вот. А каждая молекопротагулина будет находиться в друг состоянии. Это битерс. Он может бит запоминать. И все вместе, что есть вот здесь вот, это и есть клетчатый автомат. А, значит, когда она изменяется конфигурация, там изменяется электрическая поляризация, поэтому эти конфигурации друг другу не с ним отлично, то это эти вечные или лишние автоматы. Вот. Вот это пример системы, где внутри клетки может обрабатываться информация. Ну, там еще по этим микротрубочкам дополнительно там 6-ти гидромолекул. Ладно, про них я не буду рассказывать, потому что это уже долго. Вот. Проживается, каково быстродействие это автомата. Вот это вот известно из экспериментов по поглощению радиочастотного случения. Вот. И, собственно, частота вот этого изменения конфигурации у молекулы бутулина, она 10-симой Герц. Вот с такой скоростью они могут переключаться. Ну, вот это известно из нескольких работ, которые здесь приводили. Вот. И на один нейрон приходится примерно 10-8-й степени молекулы бутулина. Каждая из них переключается в 10-7-й степени раз. Вот. И внутри одной клетки, с помощью одного только бутулина, информация может обрабатываться с частотой 10-15-й степени Герц. Вот. Ну, это, собственно говоря, то, на что просчитался регуляции. В принципе, все это вот 10-15 порядок. Значит, здесь вот может быть ошибка в прогнозе, значит, скорости просто, оценки скорости работы мозга. Ну, и последняя – это аналогия мозг-компьютера. Когда мы приближали с конца, наконец. Значит, он считал, что мозг – это просто классический компьютер. Но является ли мозг на самом деле классическим вычислительным устройством, может быть, что он квантерный компьютер, вот как об этом пишет, как раз и рейсовый свет. Вот, что касается быстрых процессов, собственно, функционирования нейронной сети, то это похоже, что действительно процессы классические. А вот то, что происходит внутри клетки, о чём я говорил, субклеры, что он вполне может оказаться квантерным. Значит, какие-нибудь возражения про прямое с обычным. А вот говорят, что внутри клетки слишком тепло, мокро, а все наши квантовые компьютеры работают при сверхнизких температурах, при таких высоких температурах, и не могут существовать вот все вот спутанные квантовые состояния, которые необходимы в функционировании квантовых компьютеров. Ну, вот эти люди просто, значит, не очень хорошо физику знают. Ну, во-первых, даже обычные квантовые компьютеры могут работать при комплектах температур, и уже есть примеры, кофе должны использоваться поды квантовые коллекции ошибок. И то, что организм не вывел под такие годы, это совершенно не факт. То, что инквадриция, она очень сложное решение создаёт, и может решать очень сложные задачи. Это раз. Во-вторых, то, что спутанные состояния не могут существовать при теплых температурах, там вот в мокрозе клетчиках, это вообще чепуха. Ну, вот, например, в атамикеле возьмём. В атамикеле на нижней армии вращаются два электрона. То есть вот два электрона, они не обготовят каждое отдельное квантовое состояние. На них есть только одно перемутанное квантовое состояние, как раз такого типа, которое используется в квантовом компьютере. Но если менять в атамикеле, это состояние существует до двадцати пяти тысяч градусов, когда это атамикеле начинает ионизовываться. Вот. Ну, кроме того, известны очень много живущие квантовые процессы в теплых, влажных условиях. Например, люминофоры. Люминофоры. Чистые квантовые, это свечные квантового уровня. И происходит это в самых обыкновенных условиях в течение десятков часов. Ну, вот, такой пример я привожу. Это то, что большие бакромолекулы могут участвовать вполне в квантовых суперпозициях в самых обыкновенных условиях. Примером является молекулы красителей. Вот молекулы красителей могут существовать в двух конфигурациях. Видите, у них тут связь направлена в разные стороны. На самом деле, каждая из этих двух конфигураций, она не обладает определенной энергией. На шпаковаторе механики возникает колебание между такими-то двумя конфигурациями. И конгерентная смесь, вот этих вот конгерентных суперпозиций таких состояний, они обладают определенными энергиями. Между ними есть энергетический зазор ДТЕ, вот именно благодаря вот этой энергетическому зазору ДТЕ, такие молекулы очень эффективно поглощают свет под соответствующей частотой и становятся красительными. И красительными они являются, я имею в виду, в условиях. Даже его там скибедить, можно у вас кип-кибит, будет красительным. А то, что у него остается красительным, означает, что эта конгерентная суперпозиция никуда не удивляется, она там прекрасно все живет. Ну, на самом деле, это не просто конгерентная суперпозиция, а это еще точно определяется суперпозиция типа смешанных партнерштейна-подольского розового, ровно то, что будет на квадном комплекте. То есть, все это щепуха, о чем они говорят. На самом деле, все это может быть. Вот еще пример. Есть молекула C60, очень большая, фактически лиманка тела. Кататься она в щелевом эксперименте, вот этот щель, может вести себя в ровно так, как положено, как мы с вами смотрим, механика создалась, как традиционная картина. Вот она. Более того, мало того, что это фактически макро объект, когда мы участвуем в этом эксперименте, он, как твердое тело, значит, создает чернотельное излучение. Он не просто кусок твердый, он излучает, поглощает шлейник, тем не менее, ничего интерграционной картине не теряет. Почему? Потому что у нее длина волны излучения вот там 10 микрометров, а ширина щеля здесь 100 нанометров. И она слишком большая, она не может дать информацию о том, что излучение через какую щель проскочило эту молекулу, и поэтому все прекрасно сохраняется. Ну вот теперь в микротрубочке. Может им тубулизм быть не битым, а кубитым, кванковым. Вот здесь интересно то, что эта микротрубочка, она существует в клетке не сама по себе, а она помещена в двойной слой, с каждой стороны, с внутренней, с внешней стороны трубочки, в слой кристаллической воды. Вот эта микротрубочка, она очень сильно защищена от окружения вот этим слоем кристаллической воды. Вот фактически определенная форма льда. Поэтому совершенно не очевидно, а это не макро-волебула, похожая вот на молебула как раз в С60-м массе. Вот и совершенно не очевидно, что у нее может быть инквилентность, суперпозиция, она же очень хорошо защищена. Может быть много, может быть нет. По крайней мере, по крайней мере, вот такие, какие-то, какие-то, какие-то. Будут другие. Значит, это не единственная возможность, их там просто много. Вот еще пара. Вот мембранные ионные каналы. Здесь, значит, существуют такие вот каналы, в клетчатых мембранных, которые должны пропускать или не пропускать ионные кальция. Но ионные кальции, это просто определение геноскоррические объекты. Поэтому вот такой геноскоррический вполне может существовать, существовать, составить геноскоррические объекты в этой позиции, и здесь, и здесь одновременно, в таком геноскоррике. Ну и тем самым, он может работать под Кукин. Вот еще одна возможность, это двухъемный потенциал для оснащения водорода. В этой самой, водородной связи. Здесь водородная связь есть в огромном количестве в молекулах ДНК, в молекулах ГНК, главное, в молекулах воды они есть. Вот. Вот нарисован этот двухъемный потенциал. Значит, этот двухъемный потенциал может быть немножко разный, в зависимости от того, какая-то альхимия. Вот здесь есть две ямы, да, и могут примерно одинаковые, могут быть немножко разные, иногда вообще только один остается. Вот. Что там интересное, в самой обыкновенной воде, здесь вот, естественно, двухъемный потенциал, потому что вода потенциально является, может запоминать информацию. Вот. Нет никакой мистики абсолютно в этом, с помощью двухъемного потенциала. Вот. Но долго эта информация храниться не может, потому что, на самом деле, не очень глубокие эти ямы. Вот какой-то, кроковременно, хладкий процесс обработки информации вполне можно, естественно, на самом основном, иногда может участвовать, тем более, что молекула, вот этот гулин, покрытый двумя слоями, двумя слоями, кристаллической воды, где точно будет, все кончает, при последнем слое. Вот. Так что, на самом деле, здесь нейросетевая парадигма, а разумно вместе с ней рассматривать антинейросетевые парадигмы, значит, соответственно, в котором все основное, все основные процессы, связанные с сознанием, происходит в глубине клеток, вот нейронная система, она просто является где-то так, регионной перфейсией. Вообще, естественно, скорее всего, где-то посередине. Все, резюбуем. Ну, значит, ну, собственно говоря, эти методы, просто те самые три пункта, которые я критиковал или Курцвейл, во-первых, производительность ничего не гарантирует, во-вторых, что, ну, нужно принимать, как решать задачи, во-вторых, вычислительные мозы Курцвейлы, вероятно, сильные гиданские методы, и справедливость аналогии, что мозг это вообще классические компьютеры, их можно будет так разравнивать, может оказаться совершенно неверным. Ну, и, соответственно, прогноз создания сильного искусственного интеллекта, до 65-го года, как прогнозируют, вероятно, по словам, то есть написано не очень хорошо. Все. Все, спасибо за такой насыщенный вопрос. Вопрос у нас, есть вопрос. Значит, Александр Васильевич, правильно ли я понял, вот, что без разработки квантовой модели форнания, говорить о создании искусственного интеллекта, просто не видит комплекс. Или я не понял, буду сказать, не, то, что я говорил, это все-таки не из формы гипотисы. То есть, с моей точки зрения, скорее всего, правильно, но, может быть, и неправильно, хотя я считаю, что вероятность того, что это совсем неправильно, очень мала. Но, то, что вы сказали, тоже неправильно. Очень хитрым образом, о котором я буду рассказывать в следующий раз. Потому что недостаточно мозг быть квантовым компьютером, для того, чтобы он работал так, как он работает. Он должен быть не квантовым компьютером. Нет. Я не говорю, что мозг. Мозг и сознание совершенно разные вещи. И что? Надо говорить о квантовой модели сознания. Понятно. квантовой модели сознания, она тоже не может быть верной. Этого недостаточно. Сознание должно быть не квантовым, а вот Роджер Пивыл считает, что он должен быть квантовым гравитационным. А на самом деле, там могут быть какие-то еще третьи процессы. Есть еще более другие варианты. Правильно. Это правда. Это слишком слабо. Вот так вот. Хорошо. Спасибо. У меня небольшой комментарий. Сразу вопрос после этого. Мои комментарии, но потом еще мы расскажем. Да. Да. Я, кстати, путаю зазнания, относительные зазнания. Но я думаю, что можно восстановить это, что я... В терминологии, если строго соблюдать, то получится сюда не удышать. По первой части вы говорите, что некий застой после 1982 года после сети Хорфелда. Ну, конечно, там были еще... Ограниченная машина Польсмана попозже, или Курсильм уронной сети еще позже были разработаны. Да. Больше было. Вот. Я вот не вижу правил после никаких, честно. Ну, конкретный пример это вот перевод. Вы говорите, что он не улучшился. Я работаю с переводом. Переводы не улучшились. Я работаю с переводом очень часто и пользовался раньше... Нет. Они узкие переводы не улучшились. Мне, конечно, они остались ократительные. Это категорически... Нет, конечно, они не могут улучшиться. Пять лет назад Google анонсировала использование нейронных сетей для перевода. Вот в тот момент я заметил, что определенные виды текстов просто вот практически без замечаний могут переводиться. Определенные виды текстов. А в целом широкий класс текстов может быть достаточно приемлем. требуют какой-то шлифовки. Ну, в общем, качественная скачетка увеличивается. То есть, мы с этим точно не согласны. И помощники Microsoft Office вы говорите, помои, ассистентов, ну, тоже какие-то прошлогодние конференции, где там общаются два автомата друг с другом и заказывают какие-то вирусы. Мы с вами частично согласен, но все равно каждый раз не согласны. В общем, в том числе после мозга развития решения 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 решения. Вот. Вопрос такой. Вы там заявили тезис, что мозг это вот если нужно наберевать мозг, то это нужно по сути всю вселенную. Насколько это формализовано? У вас это вообще не прозвучало? Нет. Ну, конечно, это формализовано. поскольку нет-нет, это философская часть была в моем выступлении, которое невозможно в принципе, сколько философии не формируется. Ваши так положения. Ну, вы не формализовали. Потому что представим, что вселенная какие-то гигантские катастрофы на расстоянии миллионов суток лет к АЭЦ. И они оказывают... Ну, смотрите, смотрите, как, смотрите, я астрофизик. Вот моя работа это звездное небо. Вот катастрофа, которая, оказывается, происходит, я ими за ними не наблюдаю, я не целиком определяю мышление. Вот и все. и вот пусть кто просит меня от камень, тот же сразу что? Они на меня не влияют. Влияют. Вот с каким лаком, с каким запасом. Тут же с обучающимся. Я про него еще не говорю. Это просто указывает непосредственно на то, что всегда нужно понять, что искусственный интеллект это не... сильный искусственный интеллект мы, скорее всего, сможем выживать только в ходе работы над этим чем-то. Потому что, вот, я как бы... Моя точка зрения, что сильный искусственный интеллект должен включать в себя взаимодействие со всей Вселенной обязательно. Точнее, у вас должна быть модель полностью всей Вселенной в компьютере, что и исключается. Либо это должно быть просто самостоятельное социальное существо связанное там миллиардными снятиями Вселенной должен быть роботом. Никакого изолированного искусственного интеллекта мы не можем. Вот эта идея не проработана, поскольку, говорю, представить сто лет эволюции и какой-то ограниченный масштаб планеты. Но почему на этом ограниченном масштабе не может быть что-то сравнимое с совокупными человечествами? Вот это не так... Я так... Вот можно я искренен. Значит, на первый взгляд вот этот вот вывод он кажется очень таким идиозным. Я не знаю, можно его формализовать? Нет, но я хочу сказать, что я читал статью у Александра Дмитриевича и там, в общем, это обосновывается, доказывается логически ну, вполне убедительно, на мой взгляд. Там нет формулы никак, не вводят формулы, но это действительно вот так, что надо посмотреть материалом. А то, что сейчас... Нет, ну на самом деле можно провести как бы более аккуратное рассуждение, но какая бы у вас оболочка не была, которая не гараж была с ответственностью, у вас не гараж, что эта оболочка не будет пронита, и так далее. если человек это несовершенно существует гораздо более совершенные технические существа, и так же искусственный интеллект будет, ну, несовершенны, да, несовершенны. Представь на себе, что есть кто-то совершенный человек. по какому параметру у вас по-любому, которое вам нравится. Ну, так, хорошо. Ну, а так же искусственный интеллект ну, что такое? А, разные стены и подтверждают, что вот это существо будет обязательно социальным существом не антропоморфом. Да, потому что если антропоморф у вас, ну, будет блок себе разболонственность оно не будет тогда помочь, но как-то это и было мое точное мнение, что вот сильный искусственный интеллект в смысле превосходство по всем параметрам, включая все эмоциональные параметры, невозможно чтобы некоторые эмоциональные параметры исключить для того, чтобы могли побольше заложить с его убийством. Ну, а может запал заменять эмоциональные параметры? Ну, а чей подруги? Вот это Ну, хорошо, можно тогда мне в клинице просто продолжить эту тему я так и насколько поливая из вашего интернета на нас влияет эмоциональный фон. Честно, мы в этом пространстве это тоже на нас влияет, на вас влияет, вы на нас влияете. А как вот быть с тем, что человек сознательно обрезает вот эти нити влияния концентрации? Если глубокую концентрацию больше снимет вот этот фон? Это первый вопрос. а второй вопрос по вселенной может быть и одиозной, но приятной. Ну, тогда смотрите, вы настроены на звезды, они на вас влияют. Я знаю людей, которые настроены на другое, на них вот это влияет, идет информация. а госпитализация вообще коллективом человечества она разная. Вот по поводу концентрации первый вопрос. Значит, первый вопрос, вот этот пример неправильно поставил вопрос. Потому что мышление, как я вам сказала, находится в голове одного человека. Он находится как минимум в достоянии всех людей. все люди, они всегда находятся, как сказать, в контакте со всем. Здесь нужно рассуждать этот термин, отдельно, в мозг. Ну, это второе продолжение. Ну, по-моему, общая основа. Понимаете, искусственный интеллект должен не одного человека произойти во всех, а все люди находятся всегда в контакте со всем. все люди являются одновременно гениальным музыкальным. То есть человек, во-первых, не индивида, а вот именно некоторый коллектив человечества. Ну, да. То есть проблема сильного интеллекта ставится в контексте социума, а не в качестве отдельного индивида. Это вообще не правильный вопрос, что нужно там смоделировать мозг. Нужно не мозг смоделировать, как видим, но нужно смоделировать весь Солнцем. И этого недостаточно с моей точки зрения, потому что к этому Солнцу нужно смоделировать все сильное. Прошу, еще вопрос. Вы говорите о глубинной взаимосвязи человека вселенной. Вы помогли рассказать на время каналов. А не считаете ли вы, что вообще существует значимость? Если имеете связь, так сказать, что, видимо, имеете некое волновое сердце, а если волноваясь, если среда какая-то более тонкая, не считаете ли вы, что это реализуется с помощью пока не обнаруженного или обнаруженного вам постепенно некого нового поля. Тонкого поля. Тонкий план, так сказать. Сейчас известно, что физики размышляют поля хипотезы и тюмной энергии тоже даже не гипотезы легкого поля. И мне эта идеология очень нравится, потому что семантически легкое поле как-то созвучно тонкой энергией, которая, по всей вероятности, связывает человека с окружающим близким и далёким пространством. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. Как видите, я как бы все свои построения сел и вообще очень подобно. Но на самом деле, на этой гипотезе речь идёт о нервном агенте, который пока не обнаружен, либо не обнаружен, может быть, даже совсем. Ну, можно оправдать обнаружься, но для того, чтобы сделать выводы о том, что мысли вселенная, а не мозг, мне эта гипотеза была не нужна. Это делается совершенно гораздо более примитивным образом. Да, пожалуйста. Мне это тоже было, знаешь, чтобы прокомментировать в плане человеческий мозг, как мы могли прокомментировать. Вот такое заявление, которое недавно, значит, Кабачев сделал, директор Курчатин, который показал свой, ну, суперкомпьютер мощнейший, приближается, так сказать, по своему, как бы, по-другому. И сказал, что он употребляет мощность, по-моему, если я не ошибаюсь, даже не киловатт, а мегаватт. Ну, вот, в то же время, как бы, на самом деле, человеческий мозг, естественно, мы слышали другие. Вот в этом плане, где-то можно, вот тоже, по-моему... Нет, ну, здесь физические законы, здесь ничего не ограничат. Например, если мы переходим к компьютеру обычным квантом, как в отрыве, так они в идеале, в идеале не употребляют вообще. Ну, это не просто нужно. Вот. Но по технологии, вот, современной, приходится употреблять мегаватт. Хотя, вот, по прогнозу на репорт, в каком-то 45-ом году, вот такие вот компьютеры, которые употребляют, и сколько вот здесь, наверное, ватт-50, внутри этой машины, вот она будет обладать мощностью больше, чем суперкомпьютер-курючка, так много разов. И тут, действительно, нет технических ограничений. Вот, хотя бы, если перейти, там, от электронных технологий к оптической, еще, может быть, скачу... Ну, люди пытаются даже это сделать, но... Просто хороших тут ограничений, фактических, пока еще нет. Они, вероятно, появятся через какое-то время, и это, действительно, можно обеспечить продвижение, чтобы это самое подсвеивалось, как корень его, вполне. То есть, здесь особого противоречия я не вижу. Тихо же, если перейти к ватронам, компьютерам, вопрос, наверное, поливления просто не нравится. Так, пошла. Сильный и слабый искусственный интеллект, вот, тоже интересная вещь, да. Ну, мне приятно, что с точки зрения физики, многие выводы, они близки к нашим философским выводам, может, тем, кто занимался теорией сознания. Но, вот, сильный искусственный интеллект, как вот у вас звучало, он, может быть, с точки зрения тех западных теоретиков, которых вы там называли, он немножко однобоко понимается. Если вспомнить историю термина, да, самого искусственного интеллекта, там же немножко другой смысл в английском, да, там интеллект, как бы подобно человеческому. Так, если... Да? Мы его, понимая на этот термин, он уже давно пошел, подобие, да, или, как бы, отражение человеческого. Поэтому... Не обязательно. То есть, они предполагают, что там можно их составлять, но это, в общем-то, не обязательно. Вот, сильный, слабый интеллект, сильный, с точки зрения западных теоретиков, да, там, философов, когда они вот об этом пишут, они имеют в виду некую модель, которая не просто является моделью, а она является, в полном смысле этого слова, другим интеллектом. И можно ставить однозначный знак, как бы, тоже слабый. Слабый искусственный интеллект в традиции философской, да, это то, что, как бы, копирует некоторые свойства человеческого сознания. Ну, может, исполнять какие-то интеллектуальные... Да, поэтому вопрос, с вашей точки зрения, ну, сильным, конечно, да, здесь все понятно, да, это иллюзия, что его можно создать и так же, как 45-й год, 55-й, там, плюс еще 200 лет, да, конечно, это маловероятно. Вот, всего разных причин, как бы, можно об этом долго говорить. А слабый интеллект может быть создан, с вашей точки зрения, физически? Да, он создан. Вот, бумага и карандаш, это тот же слабый искусственный интеллект. Это есть искусственный устройство... Ну, это с определенной долей условностей. Никакой условностей, это искусственное устройство, выполняющее институальные функции. Вот, например, слабый искусственный... Слабый искусственный интеллект, это примерный синоним инструментального... инструментального интеллекта. Бумага и карандаш, это инструментальный интеллект. И компьютер-крыс, современный, тоже инструментальный интеллект. И то, и другое, наши инструменты, не более того. А то есть, с вашей точки зрения, слабый искусственный интеллект уже создан? Да, так давно. Когда он был завязан на меревочке узелок, то был создан слабый для памяти. То был создан слабый искусственный интеллект. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. Я извиняюсь, но мне кажется, что сам вопрос о том, как интеллект, искусственный интеллект будет развиваться, он является таким космологом. А самое главное, мне очень понравилось, сладкий, интересный, но самое главное, это развитие природы и мозга человека. Артистам вам понравилось. Спасибо. Спасибо еще, пожалуйста. Значит, я не хотел бы красаться там в тонкой модели, которые по существу являются философскими проблемами. Ну, так сказать, вот здесь уже частично говорили, что компьютер, допустим, создадут такой, который будет быстрее всех людей на Земле не мыслить, а что-то там обрабатывать, какие-то операции делать. Весь вопрос в смысле, в цели этого дела. Значит, для чего? И этому компьютеру, этому сельному интеллекту, вот этому, так сказать, разуму, этому искусственному, для чего? И это вопрос, так сказать, философский, но с ним связаны многие другие вещи, совершенно, на мой взгляд, не проработанные вот в идеологии искусственного интеллекта. Может ли этот компьютер один существовать, этот, так сказать, индивидуум вот этого робота? Или опять мы должны рассматривать сознание этих роботов? Но тогда возникает вопрос о нравственности. Потому что, хватит ли материала для того, чтобы создать большое количество этих на Земле? Вот. И если этот, так сказать, хватит этого материала или будет, так сказать, дефицит, тогда вопрос о нравственности становится актуальным. Потому что тогда возникает агрессивность, так сказать, там конкуренция вот за опять эти источники, энергетические материалы и так далее. То есть, даже если, в принципе, такое вот робот может быть создано, то тогда возникает целый ряд, так сказать, вопросов, связанных с чистым делитарными вещами, так сказать. Вот в этом социальным комплектом. Я, опять же, уже не касаюсь вот таких вещей, связанных с целью, гражданностью, с писательными вещами вот этими. Но вопрос вот, чисто, возможности материальной, энергетической. Тогда что вам это дошло? А? Тогда что вам это дошло? Нет, что вам это дошло для нормального, для естественного интеллекта, для цивилизации. Вы для ИСУС. Если ИСУС не хватает, то я хочу сказать, что это сутиденциальная экспансия в космосе. Но тогда экспансия, вот я говорю, что это когда будет дефицит материала и энергии, тогда возникнет вопрос, вот, о конкуренции, вот, об этой нравственной стороне. Это было для того, чтобы, по поводу вот этих самых. Спасибо, еще, еще есть желающие. Ну, разрешите мне сказать несколько слов? Нет, очень внимательно слушалась, доклад мне очень понравился. Осказываю, особенно некоторые смелые такие постановки вопросов, как, Человек и Вселенная со мыслью. Но, все-таки, смотрите, Вселенная для нас, человек современной техногенной цивилизации, это вспоминаю Варк Васильевич Кузютинского, это наблюдает Вселенная. А человек у нас тоже интеллектуальный человек нашего времени. А если я даже не люблю такую мистику, истории, различные стили мышления, зверевлести, конкретное образное мышление, логическое, технологическое и так далее, то надо смотреть, что получается человек, и даже если я говорю обобщенно, человечество, то возникает много проблем с вот такой мысль. В древнерусском языке, поскольку я занимаюсь исследованием древнерусской культуры, еще в средние века различия делали различия между двумя глаголами, отчасти подтверждая ваши концепции. Различия между глаголами думайте и мыслите. Так вот думайте это принципиально коллективно. По слову дума сейчас вы думаете, да? А вот мыслите исключительно индивидуально, но это индивидуальное было коллективным по вертикали. Сам мыслит, отсюда сознание, совесть с чем-то, сам мыслит с чем-то вот таким высоким, внутренним созерцанием и многие другие слова русского языка, они произошли от символов. Красивые проблемы. Так что когда мы обсуждаем эти проблемы, я думаю еще в следующий раз возникнет масса еще других вопросов. И если мы выбор шифрового успаковывать этого коллективного человека и посмотреть на как бы... Посмотреть последнюю такую универсальную способность к пониманию. Она каждый раз проявлялась в разных формах, которые недоступны компьютеру. Может ли мы символические мысли в том смысле, как мыслите в том числе? Ну хорошо. Если нет больше желающих, то спасибо. Я думаю, мы увидим Вашу статью в нашем горнике. А может быть после... Мы хотим, чтобы это не было повторений, где еще было. А может быть после заключительного взаимодействия? Да, да. 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 А в чем разница? Компьютер занимается комбинаторией, и находит наиболее выгодный ход. А человек пеет всю бесконечность ходов сразу. Вот как он это делает? Делает это, умеет делать даже ребенка. Вот как бы это просто иллюстрация. И шахматного дружка. Ну, спасибо большое.